В Актюбе Палата предпринимателей и областной Маслехат договорились о взаимодействии и укреплении деловых отношений в сфере поддержки предпринимательства. Подписав специальный план, стороны будут строить работу по решению вопросов совершенствования законодательства, затрагивающих в первую очередь интересы бизнеса. Тему продолжит Лейла Уесова. Палата предпринимателей Актюбинской области намерена тесно сотрудничать с областным Маслехатом. Впервые по инициативе Атамикеновцев разработали и утвердили план совместных мероприятий по поддержке и оказанию помощи в решении вопросов бизнеса общества региона. Документы о двустороннем сотрудничестве скрепили подписями директора регионального Атамикена Дидар Буранколов и председателя областного Маслехата Гулькасима Суентаева. По словам Дидара Буранколова, региональный Атамикен преследует задачу усиления взаимодействия с местными представительными органами. В рамках решения вопросов, направленных на улучшение бизнес-климата в регионе. Совместным планом предусмотрены мероприятия, направленные на рассмотрение вопросов в сфере земельных отношений и государственно-частного партнерства. В том числе по поддержке отечественных производителей, выпускающих продукцию в рамках программы импортозамещения и в целом защиты прав предпринимателей. В рамках сотрудничества запланированы выезды в районы области, а также проведение совместных совещаний и выработка предложений. Особое внимание в этом плане уделили законодательству о проверках, особенно в свете окончания моратория на проверки субъектов малого и среднего бизнеса. В первую очередь это защита отечественных товаропроизводителей и создание благоприятного климата для привлечения инвестиций, отметили собравшиеся. По данному соглашению мы планируем проводить на площадке Атамикен встречи, проблемные вопросы бизнеса. Мы их рассматриваем на комиссии Маслехата и поэтому при рассмотрении на комиссии Маслехата мы приглашаем представителей палаты предпринимателей Атамикен. Тем более у нас и в областном Маслехате много депутатов, которые являются представителями бизнеса. Естественно, поднимая эти вопросы, которые касаются какой-то отрасли, представителем которого депутат является, это естественно решение вопросов для бизнеса. За круглым столом также обсудили вопросы выделения грантов на поддержку предпринимательских инициатив, тарифообразования, нормативов подушевого финансирования в образовании. В рамках подписанного плана все эти вопросы будут проработаны на отдельных площадках. План совместных мероприятий подписан сроком на один год. К слову, только за прошлый год в рамках трансформации при Актюбинской палате Атамикен было создано 6 отраслевых советов, объединяющих порядка 130 предпринимателей.